Глава двадцать третья Охотники привели Ричарда и Келлен в приютившуюся на невысоком холме деревню племени Тины. Куры с кудахтаньем разлетались из-под ног. Деревня состояла из хижин, сооруженных из глиняных кирпичей, покрытых бурой штукатуркой. Крыши были сделаны из травы. Под дождем крыши начинали протекать так, что траву приходилось постоянно менять. Двери были деревянными, окна без стекол. Кое-где висели занавески, защита от непогоды. Дома стояли широким кругом. С южной стороны в жилищах ютили семьи. Хижины лепились одна к другой, большая часть имела по меньшей мере одну общую стену. Лишь изредка между домами оставались узкие проходы. С северной стороны стояли общественные постройки. С востока и запада между обеими частями деревни были разбросаны различные сооружения, в основном просто навесы, четыре столба с травяной крышей. Они использовались как места для еды, для изготовления оружия и горшков, для приготовления пищи. В засуху вся деревня была окутана клубами пыли, забивавшейся в глаза, в нос и рот, но сейчас хижины были умыты дождем, а тысячи отпечатков ног превратились в маленькие лужицы, в которых отражались серые постройки. Женщины в платьях из ярких тканей сидели под навесами, растирая корень травы, из которого готовили лепешки, основную пищу племени Тины. От костров, на которых что-то варилось и жарилось, поднимался сладковатый дым. Женщинам помогали молоденькие девушки с коротко подстриженными волосами, приглаженными с помощью грязи. Кэлен ловила на себе их застенчивые взгляды. По своим предыдущим посещениям она знала, что привлекает пристальное внимание молоденьких девушек, путешественница, побывавшая в диковинных землях и все повидавшая. Женщина, которую боятся и уважают мужчины. Матери снисходительно относились к тому, что дочери забывают о работе. Со всех концов деревни сбежались дети, чтобы взглянуть на странных чужаков, которых привели охотники Саведлина. Они толпились вокруг чужестранцев, визжат возбуждение и, топая ногами по грязи, забрызгивая Кэлен и Ричарда с головы до ног. Раньше они столпились бы вокруг оленя и кабана, но чужаки заставили их позабыть о добыче. Охотники взирали на них с добродушными улыбками. Малышей никогда не бронили. Когда они станут постарше, их заставят пройти суровую школу. Обучат наукам племени Тины, охоте, сбору трав, призыванию духов. Но пока им разрешалось оставаться детьми, которые могут играть в волю. Ребятишки предлагали остатки пищи в обмен на рассказ о том, кто такие эти чужаки. Мужчины, смеясь, отклоняли их предложения. Первыми должны узнать новость старшины. Слегка разочарованные, дети продолжали крутиться поблизости. Это было самое волнующее событие за всю их короткую жизнь. Нечто, выходящее за рамки обыденности, с едва различимым ароматом опасности. Шестеро старейшин стояли под текущей крышей одного из навесов и ждали, когда Савидлин подведет к ним чужаков. На стариках были штаны из оленей кожи. Грудь каждого была обнажена. На плечи наброшены шкуры койотов. Кэлен знала, что, несмотря на мрачные лица, они были дружелюбнее, чем казались. Люди племени Тины никогда не улыбались чужестранцам до обмена приветствиями, иначе они могли потерять душу. Дети уселись в сторонке, желая посмотреть, как охотники подведут чужаков к старейшинам. Женщины позабыли о своих очагах, молодые люди отложили в сторону недоделанное оружие, все замолчали, включая и детей, рассевшихся прямо в лужи. В племени Тины все дела решались открыто, и каждый мог при этом присутствовать. Кэлен шагнула к старейшинам. Ричард стоял справа, чуть позади нее, Саведлин справа от Ричарда. Шестеро старейшин осматривали чужеземцев. — Силы исповедницы Кэлен! — произнес самый старший. — Силы Тафалару! — ответила она. Старик отвесил гостей легкую пощечину, скорее шлепок. По традиции, в самой деревне люди только слегка похлопывали друг друга. Более сердечные приветствия, как, например, приветствие Саведлина, приберегались для случайных встреч на равнине за пределами деревни. Такой обычай помогал сохранить не только порядок, но и зубы. Сирин, Калдус, Арбрин, Бригендерин и Хажанлет по очереди пожелали силы и одарили исповедницу легкими хлопками по щеке. Кэлен ответила на приветствие слабыми пощечинами. Старейшины повернулись к Ричарду. Саведлин сделал шаг вперед, увлекая за собой нового друга. Он гордо продемонстрировал старейшинам свою распухшую губу. Кэлен с придыханием назвала имя Ричарда, почтительно повышая голос в конце фразы. — Это уважаемые люди, пожалуйста, не выбивай им зубы. Ричард уголком глаза посмотрел на нее и озорно улыбнулся. — Это Искатель, Ричард с характером, — сказал Саведлин, гордый своим знакомством. Он наклонился к старейшинам и многозначительно добавил. — Его привела исповедница Кэлен. — Он тот, о ком вы говорили. — Тот, кто привел дожди. — Она мне так сказала. Кэлен начала беспокоиться. Она не понимала, о чем говорит Саведлин. Лица старейшин сохраняли каменное выражение. Только Тафалар поднял бровь и произнес. — Силы Ричарду с характером. Он слегка ударил Ричарда по щеке. — Сила Тафалару, — произнес тот на своем языке, услышав свое имя и, не задумываясь, ответил пощечиной. Кэлен вздохнула с облегчением. Это был лишь легкий хлопок. Саведлин просиял, вновь указывая на свою опухшую губу. Наконец улыбнулся и Тафалар. Остальные по очереди обменялись приветствиями с Ричардом и заулыбались. А потом они совершили нечто странное. Шестеро старейшин и Саведлин опустились на одно колено и склонили перед Ричардом головы. Кэлен напряглась. — Что происходит? — тихо спросил Ричард, встревоженный ее реакцией. — Не знаю, — прошептала она. — Может, это их способ приветствовать искателя. Я никогда не видела, как они это делают. Мужчины поднялись, каждый улыбался. Тафалар поднял руку и махнул женщинам. — Пожалуйста, — сказал он двоим путешественникам, — садитесь с нами. Мы счастливы приветствовать вас. Потянув за собой Ричарда, Кэлен села, скрестив ноги на мокрый деревянный пол. Старейшины подождали, пока сядут гости, и уселись сами, не обращая внимания на то, что Ричард держал руку на рукояти меча. Появились женщины. В руках у них были плетеные подносы, нагруженные круглыми лепешками и ставы и прочей снедью. Они поднесли блюда сначала Тафалару, затем остальным старейшинам. Не спуская с Ричарда глаз и широко улыбаясь, они тихонько переговаривались между собой о том, какой велика Аннеттет Ричард с характером и какую странную он носит одежду. Кэлен они игнорировали. Женщины срединных земель не любили исповедниц. Они видели в них опасность. Исповедницы могли отнять мужчину, несли угрозу привычному образу жизни. Женщины не должны быть независимыми. Кэлен предпочитала не замечать косых взглядов, к ним она привыкла давно. Тафалар разломил свою лепешку на три части и протянул одну треть Ричарду, а другую Кэлен. Одна из женщин, улыбаясь, предложила каждому по миске жареного перца. Кэлен и Ричард взяли по одному и, следуя примеру старейшины, завернули его в лепешку. Кэлен вовремя заметила, что Ричард держит правую руку на рукояти, собираясь есть левой. Ричард, поспешно прошептала она, не подноси пищу к рту левой рукой. Почему? Замер он. Они верят в то, что левой рукой едят злые духи. Это глупо, нетерпеливо ответил он. Ричард, пожалуйста, их больше. У них все ружье смазано ядом. Сейчас неподходящее время для теологических дискуссий. Кэлен поймала его взгляд и улыбнулась старейшинам. Краем глаза она заметила, что Ричард взял еду правой рукой. Пожалуйста, извините за скудное угощение, сказал Тафалар. Вечером мы устроим пир. Нет, сорвалось с языка у Кэлен. Я хотела сказать, мы не хотим причинять беспокойство твоему народу. Как пожелаете. Слегка разочарованно пожал плечами Тафалар. Мы здесь потому, что племя Тины, как и многие другие, в опасности. Старейшины улыбнулись и кивнули. Да, заговорил Серин, но теперь, когда ты привела к нам Ричарда с характером, все хорошо. Мы благодарим тебя, исповедница Кэлен, и не забудем того, что ты для нас сделала. Кэлен обвела взглядом счастливые, улыбающиеся лица. Она не знала, как понимать эти слова, и, чтобы потянуть время, надкусила лепешку из тавы. Что они говорят? спросил Ричард, прежде чем приняться за лепешку. Что они почему-то рады твоему появлению. Спроси, почему? попросил Ричард. Кэлен кивнула и повернулась к Тафалару. Достойная старейшина, должна признать, мне неизвестно то, что знаешь ты о Ричарде с характером. Прости, дитя, понимающий улыбнулся тот. Я забыл, что тебя здесь не было, когда мы созывали совет провидцев. Понимаешь, стояла сушь, посевы гибли, народу грозил голод. Мы созвали совет, чтобы попросить духов о помощи. Они поведали, что придет некто и принесет с собой дождь. Пришли дожди, и с ними Ричард с характером. Все, как они обещали. И вы счастливы, что он здесь, потому что он талисман? Нет. Тафалар посмотрел на нее широко раскрытыми от удивления глазами. Мы счастливы, потому что нас соизволил посетить один из духов наших предков. Он указал на Ричарда. Он человек-дух. Кэлен чуть не выронила лепешку. Что такое? Спросил Ричард. Они созвали совет, чтобы вымолить дождь. Духи сказали, что придет некто и принесет им дождь. Ричард, они думают, что ты дух их предка. Человек-дух. Ну ты ведь знаешь, что это не так. Он посмотрел на нее. Они так думают, Ричард. Для духа они сделают все. Они созовут совет провидцев. Тебе только стоит попросить. Ей казалось нечестным обманывать людей племени Тины, но ведь надо узнать, где находится шкатулка. Ричард задумался. Нет, тихо сказал он, не сводя с нее глаз. Ричард, у нас важное дело. Если они подумают, что ты дух и помогут тебе, то чего же больше? Но это будет ложью. Я не хочу этого. Ты предпочитаешь, чтобы победил Рал? Тихо спросила Кэлен. Ричард сердито посмотрел на нее. Прежде всего, я не стану этого делать, потому что нечестно обманывать людей в таком важном деле, как это. А кроме того, у духов их предков есть сила. Потому-то мы и здесь. Они доказали это, предсказав, что придет некто и принесет дожди. Это правда. От радости люди пришли к выводу, который оказался ошибочным. Духи сказали, что тот, кто придет, будет духом. Он покачал головой. Иногда люди верят просто потому, что им хочется верить. Это пойдет на пользу и им, и нам. Так что за беда? Беда в их силе. Что если они соберут совет и узнают правду, узнают, что я не дух. Ты думаешь, они будут рады, что мы сыграли с ними такую шутку? Мы погибнем. И победит Рал. Кэлен откинулась назад и глубоко вздохнула. Волшебник правильно избирает искателей, подумала она. Неужели мы прогневили духа? Спросил Тафалар, и на его обветренном лице проступила озабоченность. Он хочет знать, почему ты сердишься, объяснила Кэлен. Что мне сказать? Ричард посмотрел на старейшин, потом на нее. Я сам скажу им. Переведи. Кэлен кивнула. Люди племени Тины мудрый и сильный народ, начал Ричард. Вот почему я сюда пришел. Духи ваших предков были правы. Я принес вам дожди. Старейшины выглядели польщенными, когда Кэлен перевела эти слова. Казалось, вся деревня замерла, слушая Ричарда. Но они сказали вам не все. Вы же знаете, с духами так всегда. Старейшины, понимающие, закивали. Они предоставили открыть остальное вам самим. Так вы остаетесь сильными, подобно тому, как ваши дети крепнут благодаря вашим наставлениям, а не потому, что вы приносите им все необходимое. Каждый отец надеется, что его сын вырастет сильным и мудрым и сможет сам о себе позаботиться. Кивков стало меньше. О чем ты говоришь, великий дух? Спросил Арбрин, один из старейшин, сидевших позади. Когда Кэлен перевела эти слова Ричарду, тот провел ладонью по волосам и ответил. Я говорю, да, я привел дожди, но не только. Возможно, духи видели большую опасность для вашего народа и есть еще более важная причина, по которой я к вам пришел. Появился очень опасный человек, который хочет править племенем Тины, хочет превратить вас в рабов. Его имя Даркин Рал. Среди старейшин послышали смешки. И он посылает править нами дураков, сказал Тафалар. Ричард сурово посмотрел на него, смешки умолкли. Он стремится усыпить вашу бдительность, сделать слишком самоуверенными, не дайте обмануть себя. У него хватило силы покорить народа гораздо многочисленнее вашего. Когда Рал захочет, он сокрушит вас. Дождь пришел за мной потому, что Рал приказал тучим следовать за мной, чтобы знать, где я нахожусь. Он в любой момент может попытаться убить меня. Я не дух. Я искатель. Обычный человек. Я хочу остановить Даркина Рала, чтобы и ваш народ, и многие-многие другие могли жить своей жизнью, как кому заблагорассудится. Если то, что ты говоришь, правда, сощурился Тафалар, тогда дожди послал тот, кого зовут Ралом. Тогда это он спас наш народ. Вот почему его миссионер пытался внушить нам, что он нас спасет. Нет, Рал велел тучим преследовать меня, а не спасать вас. Я решил прийти сюда, как и предсказывали духи ваших предков. Они сказали, что придут дожди, и с ними придет человек. Они не говорили, что я буду духом. Когда Кэлен перевела, на лицах старейшин проступило глубокое разочарование. Оставалось надеяться, что оно не перерастет в гнев. Тогда, может быть, послание духов было предупреждением о том человеке, который придет, сказал Сирин. А может, это было предупреждение о дарке Нерале, без колебаний ответил Ричард. Я предлагаю вам правду. Вы должны использовать свою мудрость, чтобы принять ее, или ваш народ погибнет. Я предлагаю вам самим помочь себе. Старейшины в молчании размышляли над его словами. Твои слова на первый взгляд оттекут правдиво, Ричард с характером. Но это еще предстоит выяснить, наконец произнес Тафалар. Так что же ты от нас хочешь? Старейшины сидели неподвижно, радость покинула их лица. Остальные жители деревни в страхе и покорности ожидали их решения. Ричард переводил взгляд с одного старейшины на другого. Наконец он заговорил. Даркен Рал ищет магию, которая даст ему силу править всеми, в том числе и племенем Тины. Я тоже ищу эту магию, чтобы помешать ему обрести могущество. Мне хотелось бы, чтобы вы созвали совет провидцев, которые скажут мне, где отыскать эту магию, пока не поздно, до того, как Рал найдет ее. Мы не созываем совета для чужаков. Лицо Таффалара стало серьезным. Кэлен заметила, что Ричард начинает сердиться и пытается сдержать гнев. Не поворачивая головы, она обвела взглядом окружающих, отмечая, где кто стоит и у кого в руках оружие. Как знать, может им придется пробиваться отсюда с боем. Насколько она могла судить, шансы на благополучный исход были невелики. Кэлен пожалела, что привела сюда Ричарда. Глаза Ричарда пылали огнем, а кинув взглядом деревню, он вновь посмотрел на старейшин. В благодарность за то, что я принес вам дождь, я прошу только об одном. Не решайте этого прямо сейчас. Подумайте о том, кем я вам кажусь. Его голос оставался спокойным, но в значении слов сомневаться не приходилось. Хорошенько обдумайте это. От вашего решения зависит много жизней. Моя, Кэлен, ваша. Пока Кэлен переводила, ее охватило странное чувство, будто Ричард говорит не со старейшинами. Он обращался к кому-то другому. Вдруг она ощутила на себе взгляд и обвела взором толпу. Все глаза были обращены на них. Она так и не поняла, чей это взгляд. Справедливо, объявил наконец Тафалар. В нашем племени вы свободны. Вы почетные гости. Пожалуйста, наслаждайтесь тем, что у нас есть, и разделите с нами хлеб и кров. Под моросящим дождем старейшины направились к общественным постройкам. Жители деревни вернулись к своим делам по пути, покрикивая на детей. Саведлин уходил последним. Он улыбнулся и предложил гостям свою помощь. Кэлен поблагодарила его, и тот отправился по своим делам. Ричард и Кэлен сидели на мокром деревянном полу. Дождь капал на доске, просачивая сквозь ненадежную крышу. Рядом с ними стояли плетеные подносы с лепешками из Тавы и миски жареного перца. Кэлен взяла лепешку, завернула в нее перец и протянула Ричарду. Потом свернула вторую лепешку для себя. Ты на меня сердишься? спросил он. Нет, с улыбкой произнесла она. Я горжусь тобой. На лице у него появилась мальчишеская улыбка. Ричард приступил к трапезе, поднося еду ко рту правой рукой и в мгновение ока расправился с лепешкой. Проглотив последний кусок, он сказал, посмотри, за моим правым плечом человек. Прислонился к стене. Длинные седые волосы, руки сложены на груди. Ты знаешь, кто он? Кэлен откусила кусок лепешки и, не прекращая жевать, выглянула из-за его плеча. Это птичий человек. Я не знаю о нем ничего, кроме того, что он может призывать птиц. Ричард взял еще одну лепешку, скатал ее и откусил. Думаю, нам пора с ним поговорить. Почему? Потому из-под лобья взглянул на нее Ричард, что он здесь главный. Главные старейшины, нахмурилась Кэлен. Ричард слегка улыбнулся. Мой брат всегда говорит, что настоящая власть не показывается на людях. Он пристально посмотрел на Кэлен серыми глазами. Старейшины лишь декорация. Их уважают и выставляют на показ. Они как черепа на шестах. Только кожа еще при них. У них есть авторитет. Их, кажется, почитают, но принимают решение не они. Ричард указал глазами на птичьего человека, прислонившегося к стене у них за спиной. Решает он. Тогда почему он прячется? Потому, усмехнувшись, ответил Ричард, что хочет проверить нашу сообразительность. Ричард поднялся и протянул ей руку. Кэлен засунула в рот остаток лепешки, вытерла руку о штаны и подала ему. Пока Ричард помогал ей подняться, она думала, как ей нравится его манера всегда подавать ей руку. Он был первым человеком, который это делал. Отчасти именно поэтому с ним всегда было так легко. Они вышли под дождь и пошлепали по грязи к птичьему человеку. Тот все еще стоял, прислонившись к стене. Его проницательные карии глаза были обращены на гостей. Длинные седые волосы падали на плечи. Рубаха и штаны были сшиты из оленей кожи. Одежда казалась скромной, но на шее, на кожаном шнурке висело резное украшение из кости. Не старый, но и немолодой, все еще привлекательный, одного роста с Кэлен. Кожа на обветренном лице казалась жесткой, как оленьи шкуры. Ричард и Кэлен остановились перед птичьим человеком. Он стоял по-прежнему, согнув правое колено и упираясь ногой в отштукатуренную стену дома. Сложив руки на груди, он изучал их лица. Ричард тоже скрестил руки на груди. Я хотел бы с тобой поговорить, если ты, конечно, не боишься, что я могу оказаться духом. Пока Кэлен переводила, птичий человек смотрел на нее, но потом опять повернулся к Ричарду. Я видел духов, спокойно ответил он. У них не бывает мечей. По лицу птичьего человека пробежала едва заметная улыбка. Он разнял руки и выпрямился. Силы искателю. Он дал Ричарду слабую пощечину. Силы птичьему человеку, отозвался тот, отвечая легким шлепком. Птичий человек взял резную кость, висевшую на кожаном шнурке у него на шее, и поднес к губам. Кэлен поняла, что это свисток. Человек надул щеки и свистнул. Не раздалось ни звука. Уронив свисток себе на грудь, он протянул руку, не спуская при этом глаз с Ричарда. В то же мгновение с серого неба упал ястреб и приземлился на протянутую руку. Птица взъерошила перья, потом опустила их. Она, моргая, вертела головой. Идем, сказал птичий человек. Мы поговорим. Он провел их между большими постройками к маленькой хижине, притаившейся в стороне от остальных. Кэлен было знакомо это сооружение без окон, хотя она ни разу там не бывала. Это был дом духов, где собирался совет. Ястреб все еще сидел на руке у птичьего человека. Человек отворил дверь и сделал им знак войти. Темную комнату освещал небольшой костер, горевший в яме у стены. В крыше над костром была проделана дыра, чтобы дым выходил из хижины, но от дыры было мало проку, и вся комната пропиталась едким запахом. По полу были расставлены глиняные миски с остатками еды. К одной из стен была приделана деревянная полка, на которой красовалась десятка два родовых черепов. Больше в комнате ничего не было. Птичий человек отыскал место на полу ближе к середине, где крыша не так текла, и уселся. Келлен и Ричард сели перед ним бок о бок, не спуская глаз с ястреба, который, казалось, наблюдал за чужаками. Птичий человек посмотрел в глаза Келлен. Та поняла, что он привык к страху, с которым люди встречали его взгляд. Она сама привыкла к подобному отношению. На сей раз он не увидел страха. Мать-исповедница, ты еще не выбрала себе супруга. Наблюдая за ней, он нежно поглаживал голову ястреба. Келлен поняла, что ей не нравится его тон. Он испытывал ее. Нет. Ты предлагаешь себя? Нет. Он слегка улыбнулся. Прошу прощения, я не хотел обидеть тебя. Почему с тобой нет волшебника? Все волшебники, кроме двоих, мертвы. Один продал свои услуги королеве, другого коснулась тварь Нижнего мира, и он уснул. Не осталось никого, кто бы меня защитил. Всех исповедниц убили. Мы живем в тяжелые времена. В глазах его блеснуло сочувствие, но тон оставался таким же резким. Исповеднице опасно путешествовать одной. Да, а еще опаснее находиться поблизости от исповедницы, которой что-то очень необходимо. с того места, где я сижу, ты кажешься в большей опасности, чем я. Возможно, ответил он, возможно. Он настоящий искатель, названный волшебником? Да. Много лет прошло с тех пор, как я видел настоящего искателя, кивнул птичий человек. Искатель, который не был настоящим искателем, однажды сюда заходил. Он убил моих людей, которые не дали ему то, что он хотел. Мне жаль их, сказала Кэлен. Не стоит их жалеть. Птичий человек медленно покачал головой. Они умерли быстро. Пожалей искателя, он умирал медленно. Ястреб, уставившийся на нее, моргнул. Я никогда не видела самозваного искателя, но я видела этого в гневе. Поверь мне, ты и твой народ не должны давать ему повода обнажить меч. Он знает, как управлять магией. Я видела, как он поражал даже злых духов. Птичий человек мгновение изучал Кэлен, пытаясь понять, правду ли она говорит. Спасибо за предупреждение. Я запомню твои слова. Вы уже кончили угрожать друг другу? Вступил в разговор Ричард. Я думала, ты не понимаешь их языка. Кэлен изумленно возрелась на него. Не понимаю, но вижу глаза. Если бы взгляды могли метать молнии, эта хижина давно бы уже сгорела. Кэлен повернулась к птичьему человеку. Искатель хочет знать, закончили ли мы угрожать друг другу. Тот посмотрел на Ричарда и перевел взгляд на Кэлен. Он не слишком терпелив, правда? Кэлен кивнула. Я и сама ему об этом говорила. Он это отрицает. С ним должно быть непросто путешествовать. Вовсе нет. На лице Кэлен наконец появилась улыбка. Птичий человек улыбнулся в ответ и посмотрел на Ричарда. Если мы решим не помогать тебе, скольких из нас ты Кэлен перевела его слова. Ни одного. А если мы решим не помогать Даркену Ралу? Скольких убьет он? Задавая вопрос, птичий человек смотрел на ястреба. Рано или поздно многих. Птичий человек перестал гладить ястреба и посмотрел на Ричарда проницательным взором. Можно подумать, ты убеждаешь нас помогать Даркену Ралу? Ричард улыбнулся. Если вы решите не помогать мне и остаться в стороне, как бы глупо это ни было, это ваше право, и я не трону никого из вашего племени, а вот Рал тронет. Я продолжу свой путь и буду бороться с ним, если потребуется до последнего вздоха. Его лицо приняло угрожающее выражение. Он подался вперед. Если же с другой стороны вы решите помогать Даркену Ралу, а я одержу победу, я вернусь, и... Он быстро провел пальцем по горлу. Этот жест не нуждался в переводе. Птичий человек сидел с каменным лицом, не зная, что ответить. Мы хотим одного, чтобы нас оставили в покое, наконец сказал он. Ричард пожал плечами и опустил глаза. Я могу это понять? Мне тоже хотелось одного, чтобы меня оставили в покое. Он поднял глаза. Даркен Рал убил моего отца, а теперь посылает злых духов, которые преследуют меня. Он посылает людей, которые пытаются убить Келлен. Он разрушает границу, чтобы вторгнуться в мое отечество. Его прислужники ранили двух моих лучших друзей. Они лежат без чувств, почти мертвые, но, по крайней мере, они будут жить, если только не погибнут в следующий раз. Келлен рассказала мне, скольких он убил. Дети. От этих рассказов у тебя защемило бы сердце. Он кивнул. Его голос понеделся до шепота. Да, друг мой, мне хотелось одного, чтобы меня оставили в покое. В первый день зимы, если Даркен Рал получит магию, которую ищет, он обретет силу, противостоять которой не сможет никто. Тогда будет слишком поздно. Его рука легла на рукоять, Келлен широко раскрыла глаза. Если бы здесь на моем месте был Рал, он достал бы этот меч и получил бы либо твою помощь, либо твою голову. Ричард убрал руку. Вот почему, друг мой, я не могу причинить вам зло, если вы решите не помогать мне. Какое-то время птичий человек сидел неподвижно. Теперь я понимаю, что не хочу иметь врагом Даркина Рала или тебя. Он поднялся, подошел к двери и пустил ястреба в небо. Потом снова опустился перед ними. Ты, кажется, следуешь истине, но я еще не могу сказать это наверняка. И еще мне кажется, что хотя ты ищешь нашей помощи, ты и сам хочешь нам помочь. Я верю, что в этом ты искренен. Мудр тот, кто ищет помощи, помогая сам, а не пользуется обманом и угрозами. Если бы я хотел получить вашу помощь обманом, я мог бы позволить вам считать себя духом. Птичий человек улыбнулся. Если бы мы созвали совет, мы бы поняли, что ты не дух. Мудрец подумал бы и об этом. Так что же заставило тебя сказать нам правду? Ты не хотел обманывать нас или боялся? Честно, и то, и другое, улыбнулся Ричард. Птичий человек кивнул. Спасибо за правду. Ричард расправил плечи, глубоко вздохнул и, наконец, спросил. Ну так что, птичий человек? Я рассказал тебе свою историю. Тебе судить, правда это или нет? Время работает против нас. Ты поможешь? Это не так просто. Народ ждет моих указаний. Если бы ты просил еду, я сказал бы, дайте ему еду, и они послушались бы меня. Но вы просите о сборище. Это другое дело. Совет провидцев, это шестеро старейшин, с которыми вы говорили, и я сам. Они старики, верные традициям прошлого. Чужеземцу никогда не дозволялось созвать сборище, потревожить духов наших предков. Скоро эти шестеро присоединятся к духам предков, и они не могут позволить, чтобы их призывали по просьбе чужака. Если они нарушат традицию, то время последствий ляжет на них. Я не могу приказать им сделать это. Это не нужды чужаков, сказала Кэлен. Помогая нам, вы помогаете и племени Тины. Может быть, впоследствии, сказал птичий человек, но не с самого начала. А что если бы я принадлежал к племени Тины? спросил Ричард. Его глаза сузились. Тогда они бы созвали сборище для тебя, не нарушая традиций. А ты можешь принять меня в племя Тины? На серебристо-серых волосах птичьего человека плясали отблески костра. Он размышлял. Если бы ты сначала чем-то помог нашему народу, чем-то, что принесло бы ему пользу, без всякой корысти для себя, доказал бы, что у тебя добрые намерения, если бы ты сделал это без всякого обещания помощи взамен, и если бы старейшины согласились на это, я смог бы это сделать. И как только ты назвал бы меня одним из людей племени Тины, я смог бы потребовать сборище, и они собрали бы его. Если бы ты был одним из нас, они знали бы, что у тебя в сердце наши интересы. Они бы созвали совет провидцев, чтобы помочь тебе. А если они соберут совет, они смогут сказать мне, где находится то, что я ищу. Я не могу этого сказать. Иногда духи не желают отвечать на наши вопросы. Нет гарантии, что мы сможем помочь тебе, даже если соберем совет. Я могу тебе обещать лишь одно. Мы сделаем все возможное. Ричард в задумчивости уставился на землю. Его палец подталкивал грязь к одной из лужиц, появившихся там, куда капал дождь. Кэлен, тихо спросил он, ты знаешь кого-нибудь еще, кто смог бы сказать нам, где искать шкатулку? Кэлен думала об этом весь день. Знаю, но все остальные еще в меньшей степени готовы помочь нам, чем племя Тины. Некоторые убьют нас за одно то, что мы их попросим. Ну а те, кто не убьет нас за то, что мы попросим, они далеко? По меньшей мере, три недели пути к Сееру по очень опасным местам, где властвует Рал. Три недели, громко сказал Ричард. В его голосе слышалось горькое разочарование. Но, Ричард, птичий человек готов пообещать нам очень немного. Если ты сможешь найти способ помочь им, если это понравится старейшинам, если они попросят птичьего человека принять тебя в племя Тины, если Совет Провидцев получит ответ, если духи знают ответ, если, 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 слишком легко сделать неверный шаг. А не ты ли говорила, что мне придется убедить их? С улыбкой спросил он. Я. Так что же ты думаешь? Должно ли мы остаться и постараться убедить их или идти искать ответы в другом месте? Кэлен медленно покачала головой. Ты искатель, тебе решать. Ты мой друг, снова улыбнулся он. Я могу спросить твоего совета. Я не знаю, что сказать, Ричард. Кэлен откинула волосы за ухо. И моя жизнь тоже зависит от правильного выбора. Как твой друг, я могу только надеяться, что твое решение будет мудрым. Ты возненавидишь меня, усмехнулся он, если я сделаю неправильный выбор. Кэлен посмотрела в его серые глаза. Глаза, которые видели ее насквозь. Глаза, которые наполняли ее тоской и желанием. Даже если твой выбор окажется неверным и будет стоить мне жизни, прошептала она, проглотив комок в горле, я никогда не смогу тебя возненавидеть. Ричард отвернулся, какое-то время смотрел на грязь под ногами, а потом поднял глаза на птичьего человека. Твоему народу нравится, что у вас протекают крыши? Тебе бы понравилось, когда вода капает в лицо, пока ты спишь. Птичий человек поднял бровь. Ричард, улыбнувшись, покачал головой. Тогда почему бы вам не сделать крыши, которые не будут течь? Потому что это невозможно, пожал плечами птичий человек. У нас нет материалов. Глиняные кирпичи слишком тяжелы, дерева мало, его пришлось бы нести издалека. Трава, вот все, что у нас есть, а она протекает. Ричард взял одну из глиняных мисок, перевернул ее подпадающие капли. У вас есть глина, из которой вы делаете посуду. У нас маленькие печи, мы не смогли бы сделать такой большой горшок, да к тому же он треснул бы и тоже начал течь. Это невозможно. Ты говоришь, что это невозможно просто потому, что не знаешь, как это сделать. Это ошибка. Если бы я так поступал, меня бы здесь не было. Мягко, без лорадства, сказал Ричард. Твой народ сильный и мудрый. Я почту за честь, если птичий человек позволит мне научить его народ делать крыши, которые не будут течь, и в то же время будут выпускать дым. Птичий человек сидел с непроницаемым лицом. Если ты сможешь это сделать, моему народу это принесет огромную пользу. Ты заслужишь его благодарность. Ничего иного я обещать не могу. Я не прошу у тебя большего. Ричард пожал плечами. Ответ все же может быть нет. Ты должен будешь принять его и не причинять моему народу зла. Я сделаю для твоего народа все, что в моих силах. И надеюсь, он рассудит честно. Попытайся, но я не представляю себе, как ты сделаешь крышу из глины. Крышу, которая не треснет и не будет течь. Я сделаю крышу для Дома Духов. В ней будет тысяча щелей, но она не будет течь. А потом я научу вас, как самим делать такие крыши. Птичий человек улыбнулся и кивнул.